Крупнейшее российское дно-глубительное судно сегодня спустили на воду на заводе Красное Сормово. Судно Сомерс названо в честь скалистого острова в восточной части Финского залива и предназначено для работы в порту Усть-Луга. Проект судна отвечает самым последним требованиям по проектированию данных типов судов. По старой морской традиции, а борт судна разбили бутылку шампанского. Корабль виден? Виден. Замечательно. Мы конструктора, поэтому мы его с ноля проектировали, а теперь нам приятно, что мы его спускаем. Все, мы построили. Наконец-то. И очень быстро. В сентябре закладка была, но считайте, заползли. Вот уже сейчас готов. На данном этапе просто уже пароходы эти пришли в негодность, их практически нет на реках. Дно надо чистить, и вот наконец-то все-таки государство решило, что надо построить. Мы же сейчас с вами свидетелями стали импортозамещения, потому что то судно, которое спущено на воду, это в прямом смысле стопроцентное импортозамещение. Нет у нас таких судов в Российской Федерации, это первое головное судно, которое позволит решать проблемы речных портов. Можно расчищать любые русла, все проблемы. Есть вот у казино у нас там проблема сейчас, что уровень воды маленький. Вот туда его поставил, он за 2-3 дня все сделает так, что будут ходить круизные суда, и не будет никаких проблем. Мы не только занимаемся по портфелю заказов завода Красного Сорма в области круизных лайнеров, а и занимаемся с Министерством обороны. Сейчас достигнута договоренность, что они будут выпускать вспомогательные суда военно-морского флота для того, чтобы загрузить их в программу. Ну и конечно, дноуглубительные суда, типа того, который спущен на воду, коммерс, они также будут продолжаться, производиться. Танкеры для перевозки нефти тоже завод освоил. В ближайшие годы будет непросто, потому что потребительский спрос снижается, но я думаю, что завод справится с этим делом.